И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте участники паблика Азбука Болиданс, с вами снова я Лайла Амар И сегодня снова отвечаю на ваши вопросы Подъехала уже вторая партия буквально Я извиняюсь за свой немножко гнусавый простуженный голос Я приболела, ну как приболела, я в принципе еле дышу Но я мужественно стараюсь справляться с соплями и всеми остальными действиями простуды Ради вас, все ради вас Итак, начнем с первого вопроса Лайла, спасибо за позитив У вас шикарные вайны Это же надо уметь так снять натурально Вы ходили на курс актерского мастерства или это врожденный талант? Клавдия Новороссийск Спасибо, конечно, за комплименты в адрес моего таланта Я не знаю, мне кажется, наблюдательность и способность подражать кому-то В принципе, есть, наверное, у всех Только, конечно же, как любое качество от природы, его нужно развивать Поэтому я думаю, что, в принципе, и поступив на актерское Можно выпуститься бездарностью О чем говорят очень многие эпизоды в нашем российском кинематографе Вот Но, тем не менее, я не ходила на курсы актерского мастерства как таковые Но по роду своей профессии А я не только танцовщица, я еще и педагог Я изучала этот вопрос достаточно серьезно и глубоко И в своей преподавательской деятельности я стараюсь как раз сделать акцент на раскрытие личности Через наблюдательность, через собственные эмоции Ну, это очень такая большая, глубокая тема Вот Я думаю, что у меня, конечно, в этом плане большую роль играет опыт Игра в КВН Наверное И Не знаю У меня даже был определенный опыт съемки в сериале Это был сериал на НТВ, который шел Назывался «Дельта» Я не знаю, до сих пор вышла ли серия с моим участием Я ее не видела Какой это был эпизод и какой это был сезон Я понятия не имею И даже, честно говоря, не пыталась найти Потому что, начав смотреть этот сериал Ну, мне, честно говоря, он был неинтересен Потому что тема российской глубинки Браконьерство, там что-то такое У меня это было как бы не очень Поэтому я не стала разыскивать серию со своим участием Ну, если у вас есть определенный интерес Сможете пересмотреть все 155 сезонов на НТВ Итак, переходим к вопросу номер 2 Здравствуйте, Лейла Мне очень нравится ваш макияж Очень профессионально Особенно нравится, как вы выделяете глаза Не могли бы вы снять обучалку о том, как красить глаза Или вообще о макияже сценическом Галина, Московская область На самом деле, когда-то у меня была мысль снять Видео про сценический макияж Но с профессиональным визажистом То есть для того, чтобы я, например, была моделью Моя знакомая девочка-визажист Сделала мне такой крутой, прям профессиональный макияж Для того, чтобы она все это объясняла грамотно Она еще и преподает в школе мейкапа В школе визажистов Но что-то как-то никак не срастается Я не профессиональная визажиста Никогда этим не занималась Все, опять же, основано на личном опыте И сегодня я тоже как бы решила Собственно, накраситься специально для участников группы Как только у меня появится свободное время Я обязательно займусь этим вопросом Надо навести порядок как раз в косметичке Для того, чтобы продемонстрировать все, чем крашусь И снять соответствующее видео Но еще и выздороветь надо Потому что опухший нос и мое сопение Это кряхтение в момент, когда я крашусь Не очень хорошо будет выглядеть Ну и по традиции подъехали вопросы про бодипозитив Вопрос номер три Лена, научите позитиву Я очень худая, почти дистрофично И каждый хрен считает своим долгом мне об этом сообщить Всех посылаю Понимаю, что этим показываю свою уязвимость Оксана Чуваша Я не психолог И помочь вам полюбить себя я тоже не могу Научить вас позитиву, если у вас его нету по отношению к себе Я тоже не могу вам оторвать свой кусок позитива и вам подарить С удовольствием, но не могу Поэтому пока вы не измените собственное отношение к себе Не изменится отношение окружающих к вам так же Потому что люди, как это ни прискорбно, это стайные животные И как только они чувствуют слабого в своей стае Они готовы наброситься всеми и, собственно, добить Это звучит очень грустно, но это реалии нашей жизни И в том числе иногда между сильными людьми возникает борьба за власть То есть за главенство в стае Вот отсюда вот как раз вот эти вот все наши человеческие Распри по поводу зависти Вот этих вот козней за спиной друг друга Это тоже все идет отсюда Вот, поэтому вы должны были изначально написать сообщение Не худая, почти дистрофичная А изящная и стройная Мне кажется, вот в такой форме сообщение о себе Звучало бы больше с позитивом к себе самой Поэтому я думаю, что вам прежде всего нужно покопаться в своей голове И убедить себя в том, что вы красивая такая, какая я есть И люди, которые мечтают вас откормить Или слишком сильно заботятся о вашей худобе Не испытывают на самом деле каких-то чувств действительно заботы Или волнуются за вас Нет, они это делают из праздного любопытства От того, что им не хрен делать И лишний раз хотят просто понаблюдать за вашими эмоциями И им это на самом деле, может быть, какое-то удовольствие доставляет Но вы должны просто это игнорировать Я считаю, что не нужно даже посылать Нужно просто... Можно поернищать в ответ, спросить А что, завидуешь? Да, я худая и стройная Ты мне завидуешь? Завидуй дальше Вот, поэтому Вся фишка в отношении к себе изначально Я так думаю И поверьте мне, любовь к себе Это такая штука волшебная, которая меняет мир вокруг вас Просто на 180 градусов У вас сразу появятся люди, которые будут Ой, ты такая тоненькая Блин, вот жрешь и не толстеешь Мы так тебе завидуем И так далее То есть Вы должны Как Wi-Fi раздавать позитив к себе Сами Люди на эту волну подсаживаются И только тогда у них будет аналогичное отношение к вам Такое же, как у вас к себе Вот Вопрос номер 4 Лэла, доброго здоровья Спасибо Извините, если вопрос не корректен Но был слух, что у вас на летнем фестивале Непонятно, что творится с мастер-классами То переносятся, то отменяются Знаю, что часто слухи это выдумки Хочу собрать учениц к вам Поэтому решила вот Узнать напрямую Заранее спасибо И еще раз извините, Евгения Город попросили не указывать Я специально Увидев этот вопрос Потрудилась найти источник Тех самых слухов и сплетен Которые ходят про мой танцевальный лагерь Который кому-то очень сильно не понравился И не дает покою Но прежде всего я хотела бы сказать Что там в этом источнике Человек, который писал об этом Естественно, анонимно Указал, что больше к нам не поедет И вы знаете, в этот момент Когда я это читала Я испытала настоящую радость Потому что нам В нашем замечательном лагере Где Красивые Талантливые И прекрасные участницы Которые Получают неимоверное удовольствие От летнего отдыха От общения с педагогами И друг с другом У которых После лагеря Появляется необычайный рост В исполнительском мастерстве Они, наверное, все-таки Не заслужили В своих рядах Иметь вот такую вот Вот такую вот Поэтому еще раз повторюсь Я потрудилась найти Тот самый источник И отскринила комментарии Которые там были Причем комментарии От реальных людей Которые действительно Были в моем танцевальном лагере И я, собственно, предлагаю вам Прямо сейчас Их посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok От себя Еще раз Добавлю Что любое мероприятие Редко когда Проходит Песучка без задоринки Всегда есть какие-то Моменты Задержки Какие-то переносы Что-то еще Но что-то такого критичного Чтобы, например, у меня Отменился мастер-класс И я участникам сказала Ну, отменился и отменился И все Как бы гуляете свободны Такого, естественно Никогда не было Иначе бы просто Не было бы того Что вы видели Буквально минуту назад На экране Поэтому, Евгения Неважно из какого вы Города Страны Приезжайте к нам В танцевальный лагерь Вас ждет Очень много Интересных мероприятий Вы сможете Сами все посмотреть Своими глазами И убедиться в том Что слухи и сплетни Обычно Долго не живут Вопрос номер пять Расскажите Как проявилась У вас Любовь к болиданцу Машенька Калуга Я так думаю Что Автор подразумевал Появилась Или проявилась Потому что Немножко разные Вещи Как бы Да Если Речь о том Как появилась Моя любовь к болиданцу Появилась Она С первого взгляда Того самого Когда я увидела Впервые Танцовщицу Придя к маме На работу В ресторан У меня мама работала В ресторане Я пришла к ней И У нас выступала Танцовщица Как сейчас помню У нее был красный костюм В принципе Кроме тряски Она ничего особенного Не делала Но мне было так Так интересно Я В тот же вечер Я училась туда В 11 классе И вместо того Чтобы думать о том Что мне нужно поступить В институт Получить профессию Я решила Что О Все Я буду Танцевать Восточные танцы Ни слова больше Все Вот А если речь о том Как проявилась Любовь к болиданцу Собственно Проявляется Она уже Много лет Тех самых Которые я занимаюсь Восточными танцами Я Преподаю Я организую Мероприятия То есть Все что я Делаю В принципе Так или иначе Связано с восточными танцами Вот Я думаю Что это Наивысшая Мера Проявления Любови Всегда Вместе С болиданцем Вопрос Номер Шесть Лейла Как вы Относитесь К тому Что люди Часто Распускают Сами О себе Нелепые Слухи Ради Пиара Екатерина Зеленоград Я честно говоря Не знаю Потому что Мне не приходилось Как-то пытаться Распускать о себе Слухи Потому что Слухи Обо мне Рождаются Сами О чем Свидетельствует Парочка Вопросов Назад О чем Свидетельствует Много чего Чего обо мне Писали Чего говорили За кулисами Да и Просто в жизни Не в Не в Артистической Среде А просто Допустим У нас на районе Здесь В Воронеже Бывают Такие случаи Когда Слагают Легенды О том За кого Я вышла Замуж Сколько У меня Уже Детей Там Где-нибудь В Турции Подрастает И Все такое Прочее Вот Поэтому Если Говорить О пиаре Я честно говоря Не знаю Какой это Пиар Несет Помимо Удовлетворения Человеческого Любопытства Да Вот А Если говорить о том Что люди Сами для себя Придумывают слухи Ну Я не знаю Наверное Это какой-то способ Для них Продвижения Когда Другими Способами Касающимся Непосредственно Профессиональной Деятельности Они выделиться Уже не могут Вот Поэтому Приходится Придумывать Что-то новенькое Для того Чтобы быть на слуху Ну Это их Проблема Главное Чтобы потом Просто после Этих сплетен И слухов Они могли Скажем так От этого всего Отмыться И Жить себе Дальше Спокойно Потому что Бывают такие случаи Что очень сложно Потом восстановить Потерянную репутацию Отмыться От грязи И как бы Дурная слава Она знаете Впереди человека Иногда бежит Поэтому Могут сложиться Определенные проблемы Но если говорить О пиаре То Опять же Это нужно все делать Грамотно Это нужно все делать С умом И В ограниченных Количествах Вот Дабы познакомить Публику с собой Лучше делать Что-то позитивное Нежели Распространять Какую-то грязь Для того Чтобы изначально Народ с тобой Познакомился Как С каким-то Нехорошим человеком Вот Вопрос номер 7 Лейла Расскажите подробнее Про ваш марафон Для чего он создан Что дает танцовщица Платный он или нет Кто может принять участие Юлия Украина Сразу скажу Что Юлия из Украины Наверняка Может принять участие В моем марафоне Если дело касается Системы оплаты То она есть Для жителей Абсолютно разных стран Об этом я расскажу вам После вашей регистрации По поводу стоимости Сразу скажу Марафон платный Он стоит 2500 рублей И продолжительность Его 5 недель Что конкретно вас ждет И для кого он предназначен Во-первых Это будет мощный разбор Всех аспектов импровизации Начиная От вашего решения Танцевать под оркестр Или вообще импровизировать Заканчивая финальной точкой Удара по дарбуке Например Мы разберем с вами Всевозможные ритмы Которые часто встречаются Которые не встречаются вообще Но тем не менее Все равно их нужно знать Знать особенную лексику Каждого ритма Знать Ну хотя бы уметь узнавать И понимать Что нужно делать Под эти ритмы Мы разберем с вами Музыкальную составляющую То есть конкретно Мы будем рассматривать Голос Музыкальные инструменты И ритм То есть перкуссионную Составляющую музыки Мы будем все это С вами рассматривать Разбирать Более того Мы затронем Также аспекты Актерского мастерства Потому что Знать Как двигаться телом Мало Нужно еще знать Что делать лицом При импровизации Ну в общем В общем Все-все-все От начала и до конца И вплоть До Личностного взаимодействия С музыкантами И оркестром Мы рассмотрим Этическую составляющую И о том Кто все-таки На сцене главный И кому Под кого Нужно подстраиваться Ну и соответственно Принять участие Может Любая желающая Девушка Или даже Любой желающий Молодой человек От Позднего Начинающего До хорошего Продвинутого И вплоть До профессионального Уровня Почему я говорю Про профессиональный уровень Что Звание профессионала Подразумевает Уже умение Импровизировать Но Случается Даже у профессионалов Определенный Простой И Всегда Даже профессионалу Который уже чего-то добился Необходимо развиваться И необходим Обмен опытом Поэтому Профессионалам Я тоже рекомендую Прийти Потому что Этот обмен Опытом Возможно Вы подчеркнете Какие-то Особенные фишки От меня Которые будут вам Интересно А первый марафон Показывает Что так оно и есть Потому что Очень многие девочки Профессиональные Танцовщицы Педагоги Принимали участие Потом писали мне О том Что Действительно Мировоззрение В плане Импровизации Развернулось Развернулось Намного шире Сознание Поэтому Импровизировать Стало интереснее Некоторые Даже реально Полюбили импровизацию У некоторых Даже в процессе Марафона Уже Случались победы В номинации Импровизация Хотя до этого Говорят Что вообще Не пробовали Не умели И не собирались Есть определенные Наработанные В собственном опыте Лайфхаки Которые действительно Переворачивают Сознание Для импровизации Но Вот они С ними Я буду делиться Собственно Только на На своем курсе Поэтому приходите Будем очень рады Вас видеть Потанцуем Ну и наконец Вопрос Номер 8 Вопрос номер 8 Лейла А как вы относитесь К нашествию Голых костюмов Вам нравится Анжелика Санкт-Петербург Я не боюсь Голого тела В принципе Я очень даже Иногда люблю Когда Существует Некая пикантность В костюме Я считаю Что Ну давайте Будем откровенными Восточный танец Не создан Для того Чтобы запаковываться По самый подбородок По самые Руки Ноги Особенно у нас Когда мы танцуем Грубо говоря Женщины для женщин На наших конкурсах Вот А в Египте Это как бы Тоже такая фишка Там девочки Ходят По лезвию В этом плане Вот Как с этим обстоят дела Я не знаю Потому что там не была Но Я писала пост На эту тему Основываясь Исключительно На собственных Впечатлениях И Впечатлениях От Некоего Короткого спича В исполнении Мужа Кати Пошкус Поэтому Я во многом С ним соглашусь Что Все зависит Наверное От самоуважения И От Чувства Собственного Достоинства Потому что Есть женщина Которая может Выйти на сцену Голой Абсолютно голой Мы сейчас не берем Вообще Восточный танец Мы берем В принципе На году Как Жанр искусства Женщина может Выйти на сцену Голой И показать себя Таким образом Что ей будут восхищаться И видеть в ней Недосягаемую Не знаю Недосягаемую Безумно эротичную Богиню Но есть женщины Которые выходят Прикрытые Немножко тряпочками Но при этом Исполняют такое От чего Становится тошно Даже самому Искушенному зрителю Потому что Это отвратительное Омерзительное Поведение По отношению К зрителю Есть такая Танцовщица в Египте Она как раз таки Присутствует на видео И это не только Мои слова Меня поддержало Огромное количество Коллег Из разных стран Потому что Они тоже это видят То есть От человека Идет вот эта вот Энергетика Откровенного Вот когда Это есть Когда человек На сцене Такой Мне кажется Он из-за сцены Будет таким И вот это Поведение Как раз таки Наносит урон Собственно Нашей Всеобщей Балиданцевской Репутации Вот я конечно Против такого Но Когда Легкая Нагота Подается Как искусство С некой Перчинкой Остринкой И с чувством Собственного Достоинства Я думаю Что это имеет Место быть Вот Но это Очень Высокий уровень Мастерства И опять же Восприятие себя Как очень 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 Прям Королевы Вот Потому что Если быть откровенными Так или иначе У нас у всех Торчат бедра На сцене У некоторых Там по неосторожности Может что-то еще Например Шорты светануть Там как-то В не очень Выгодном ракурсе У нас у всех Лифы с откровенными Вырезами на груди Да Как бы Ну По сути дела Мы все Танцуем В лифчиках Вот Вопрос Опять же Именно В чувстве Меры И В собственной Подаче В собственном Чувстве Собственного Достоинства И в самоуважении Вот это Мне кажется Это основной Секрет Для того Чтобы не переходить Вот эту Грань Пошлости Ну что ж Вопросики Закончились Пока что Жду очередную Партию От вас Спасибо Что досмотрели До конца Самое главное Спасибо за то Что дослушали Мой больной Голос Я думаю Что это было Не сильно Для вас Проблематично Но по крайней мере Надеюсь на это Я пока Побежала Лечиться И ждать Новых вопросов От вас Ну и собственно Подведя итог Всему вышесказанному И всем заданным вопросам Хочу вам Не то чтобы даже Просоветовать А скорее Просто даже Пожелать Любите Себя Это самое важное Чувство В вашей жизни Которое Всегда Будет Взаимой И которое Всегда вам Будет помогать Вот По всем Сто процентов До новых встреч Целую Да кстати Не забывайте Еще перейти На мой Канал В ютубе И посмотреть Вышедший Из Лазаревского Влог Там будет Очень интересно И буквально Через несколько дней Будет влог Из Ростова На Дону С конкурсом Поднимый Восток Вот И теперь точно Пока